Я вас рад всех видеть и благодарен вам за вашу гражданскую позицию. Ваше неравнодушие, оно позволяет именно обращать внимание на те вопросы, которые беспокоят сегодня граждан города Кенгисепп и Кенгисеппского района. За это я вам признательно благодарен. Ну и следующее. Я выполняю свои обещания, вы помните, что я вам обещал, что по итогам полностью вот этой работы по железнодорожному переходу исторически сложившемуся, который сейчас не работает, и по которому возникла проблема, и вы обратились ко мне и через средства массовой информации, и прямую. Поэтому я сегодня пригласил в средства массовой информации, что мы сегодня, я не скажу, что это уже окончательная точка, но в определенном этапе это уже точка, и почему я вам это объясню. Ну, первое, мы все изучили, и все материалы, которые мы располагали, провели полностью работу с железнодорогой, и в результате этого у нас появился документ за мою подписью, и мы направили его в управление Октябрьской железной дорогой. Ответ мы получали очень долго, вам могу сказать, и до конца еще не выяснили почему, но долго. Ответ в целом, значит, заключается в том, что, мол, якобы, они не видят возможности, с частью, так сказать, наше подражение, они согласны, но все-таки на сегодняшний день они не видят возможности сделать этот пешеходный переход. Трагизм заключается в том, что мы, и вы это тоже знаете, потому что вы присутствовали, когда в августе месяце была встреча губернатора с активом города Кенесевского района, вы на ней присутствовали. Губернатор сказал, что, значит, своими ресурсами, денежно-систами мы это делать не можем. Но он пообещал, что он встретится со представителями Октябрьской железной дорогой, и в этом месте будут строить не подземные, а вот этот... Виаду, да. С лифтами, чтобы тогда могли инвалиды перемещаться и так далее, и так далее. Учитывая все это, и учитывая, получив все ответы, значит, от железной дороги, вот весь этот материал, я на сегодняшний день, для того, чтобы губернатору было, ну, в какой-то степени, может быть, легче заниматься этим вопросом, так как уже вот эти, будем говорить, моменты, которые связаны будут со строительством, данного перехода, они будут находиться, по всей видимости, все-таки в компетенции юрисдикции органов государственного власти, а не муниципальны, так как мы не располагаем такими финансовыми ресурсами. Но думаю, что какую-то часть средств, какую-то часть средств, мы тоже попытаемся внести для того, чтобы поучаствовать в этом строительстве. Если есть вопросы, я могу за них ответить. Ну, вопросов, как таковы, куда-то у нас не имеется, на самом деле, мы также получали эти же писки, эти же ответы, сразу же, мы говорим, это уже тянулось время, то есть, вот буквально, вот, скоро будет год, как мы воюем все-таки, вот с этой частью. Единственное, адекватный, я думаю, ответ вы получили только представители по праву человека по номеративному образованию, это Шабанова Сергея Сергеевича, да? То есть, действительно, человек, видно, был на месте, то есть, он разбирался с этим вопросом. Письмо получше, но копию могу тоже предоставить. Это очень хорошо. Писали, значит, в прокуратуру, обращались с транспортом, значит, транспортная прокуратура нам ответила, что РЖД, в действительности, все сделало правильно, все сделало хорошо. Есть у меня еще копия, ну, это не тренд, где же он писал, то есть, тут с установкой биотуалета, я не знаю, зачем он там. Следующее, что я хотел поинтересоваться, вы же там все-таки передвигаетесь, он дооборудован, я вот собираюсь еще раз ходить посмотреть, дооборудован, вот, значит, установлено, знак пешеходного перехода, вот в той зоне, где сделано там? Нет, ну, что вы, то есть, где с улицы... Ну, помните, когда мы выходили тоже с вами на место и вот проходили, где сделан пешеходный переход? В том месте, там, значит, с одной сторожей... До сих пор, то есть, мы перебегаем, до сих пор. То есть, у нас получается... А вот этот пешеходный переход, что ты знаковый, знаковый установили или не установили? Нет. На дороге, видите, на проезжей части. Да, на проезжей части. Вот, как я вам иду, где вот построен непосредственно пешеходный? Нет, ничего не сделал. То есть, мы вот уже год, мы под машинами, если у нас был респорт, то... Значит, тогда, Сергей Анатольевич, надо будет тогда вот по итогу нашего сейчас совещания, нашей встречи, подготовьте, пожалуйста, письмо на Викторию Анатольевича и указать, что до сегодняшнего дня, исходя из нашей ситуации, вот это недооборудовано действующим пешеходным... Если есть возможность, я, правда, общался с Владимиром Свердловым, да, то есть, сделать такой же пешеходный переход, или, по крайней мере, положительный шаг, от ближайших полицейских, на выходе с улицы дороги, через улицу там может быть, потому что там... Тогда давайте так сделаем. Извините, что я отрибиваю. Вот эти вот ваши предложения, кстати, тормогильники, и тогда мы в нашем письме... К администрации, да. Вот вы сейчас нам уже стали говорить про лежачего полицейского, можем идти по шагу поедем. КЖД сделала пандус, но пандус, я не знаю, по каким расчетам они его делали, то есть, сник и госты, то есть, расстояние колясочников, колясок стандартных и так далее, то есть, он получился очень плюс. Он сделал, то есть, на перрон, что, допустим, с коляской или с велосипедом детским, вы просто не понимаете? Ну, вот видите, у нас получается, лежачий полицейский раз. Ну, то есть, первое, значит, пешеходный переход не оборудовано знаком хорошее. Пешеходный переход до сегодняшнего нет. Значит, лежачий полицейский нужен. Плюс еще, значит, с пандусом проблемы, да, вообще, да, как-то вот. Вот тогда вот это все надо... Это важная грязь, то есть, мы об этом уже кричим на протяжении этих дней, да, полутора лет, когда они закрыли, то есть, этот переход, мы об этом уже кричим. У нас просто вот никто не слышит. То есть, мы объясняем, что... Мы везде в письмах, мы просто объясняем, что... Мы не просим золота, мы не просим чего-то дорогого. Просто нормальное человечество, удобное передвижение. Мы ничего больше не хотим. Если бы, в начале 2012-го году, Шай Татьяна Амперковна сделал вот к нам шаг по встречу, как полагается по-человечески, то есть, придя, не визуально осмотрел это место, да, то есть, нет, не просто как-то. Посмотрели, а ЖД сказал, что человек брать будет здесь. Значит, будет здесь. Если бы, в начале, обратились бы к органам и соукромных, то есть, хотя бы, к депутату, да, боксовый с жителем, мы разобрались там нас. Ну, здесь, понимаете, дело за то, что депутаты, они, в общем-то, депутат, я вот здесь считаю, что, не побоюсь этого сказать, к сожалению, депутат опытный, депутат, так сказать, с хорошим стажем, но, к сожалению, он как-то к этому вопросу отнесся по-другому. Более того, если вы знаете, в 2014-м году он вот открывал, и он здесь пишет, пишет, где переход, он живет в курсе. Ну, пожалуйста, посмотрите, средства массовой информации, там все это есть. Да, был. Я прямо в глаза сказал депутату, что, ребята, вы тут, ваша недоработка. Наша недоработка, я согласен, то, что вы говорите со специалистами муниципалитета, которые участвовали в оформлении документов, и я принес свои извинения. Я удивился, почему такой опыт для депутата, он же открывал пешеходный переход. Да, возможно, поэтому мы с вами боремся сейчас получать. Ну, вот интересно, он открывал пешеходный переход, а мы жители даже не знаем, что он его открывал. Так вот, дело все в том, что нужно читать средства массовой информации, потому что оно построено. Знаете, как было это все, то есть они начали чего-то делать, то есть мне никакого объявления, то есть мне как-то повисили, какую-то вырезку, что будет, то-то, то-то, но а как по-другому, дети снова ходят в школу, уходят в сердце. Я хотел, что-то еще спросить. Вот сейчас у нас вступил в действие новый закон, создается общественная организация, которая по четырем кругам, в том числе и за железнодорогой, я знаю, что местное самоуправление, так сказать, общественное самоуправление. Уitter. Вы входите в Территорийно-Общественного Совета? Нет, старосты это, это другая история, а это вот, староста это население, а вот территориальные общественные советы, это, значит, вот в развитии Института Старост, это вот по территории. Вот у нас, я знаю, что Левобережье вошло, потом, значит, вы вошли, там уже созданы вот эти общественные советы. Вы туда не вошли, в этот общественный совет? Нет? Надо нам туда вас отправить. Да, по поводу вот этой части подписания, да, то есть человек пришел на место, человек визуально увидел, человек не рассчитал, что нужно будет, необходимо, то есть около двух миллионов на прозвало, да, то есть необходимо будет, опять же, вопрос с пешеходными переходами решать, пандусы, то есть, понимаете, ну, я не знаю, как по человеческим меркам, по законным меркам это назвать, да, то есть, ну, халатное отношение к работе, грубо говоря. То есть, 2000 человек остались не в удел, вообще, как бы, ну, строили для нас, КЖД до сих пор присылал мне письмо, где написано, мы не понимаем, Максим Юрьевич, почему вы не хотите пользоваться новым переходом, то есть, им буквально никто даже не объяснял, что, господа, ваша стезель жилья, скажем, Вот, смотрите, сейчас я вам хочу сказать, ну, и, кстати, пользуясь случаем, что и прессы, где присутствуют, значит, у нас очень большая сложная тоже социальная проблема в городе Кенисеппе и Кенисеппе. На сегодняшний день, благодаря усилиям администрации Кенисепского района, значит, сделан проект, сделано заключение, все прочее, прочее, но по определенным моментам, и губернатор, кстати, на этой же встрече, в этом случае, он сказал, что мы не сможем включить этот объект в 16-й год. Но мы все-таки решили еще раз поставить вопрос перед губернатором совместной администрации Кенисеппе и Совет депутатов городского поселения. И наш депутат в законодательном собрании Варновский Дмитрий Анатольевич, вот, так сказать, совместными усилиями, мы подготовили все документы, соответствующие обращения, все депутаты, все 22 округа, все депутаты Кенисепского городского поселения, в том числе и я, поставили свои подписи, и эти документы мы туда отправили. Что мы сейчас, почему я сейчас это делаю, отправляю это в губернатору? То есть, это первый шаг, когда мы все отправляем, а потом уже будем убеждать губернатора, чтобы он изыскал возможность включения вот этого проекта, строительства этого пешеходного перехода, как можно раньше. Потому что, ну что говорить, все равно вы там ходите, все равно там через это все лазаете, и я, к сожалению, очень переживаю за всех, не дай бог, что-то случилось. Поэтому вот по моргу мы надеемся, что мы все-таки добьемся, и строительство начнется в 16-м году. Сейчас мы это отдаем по переходу, и следующим этапом уже будем работать и думать о том, как нам быстрее начать решать эту проблему со строительством. Согласен. Более того, конечно, мы будем и другие моменты использовать, и общественность, и в переходном и удобном случае, я вам обещаю, что если у меня будет возможность, значит, разговаривать с жилетной дорогой, ну, вопросы могут быть другого характера, но это я всегда буду держать в голове, и обязательно буду ему напоминать об этом. Вот очень хотелось бы спросить, вы планируете какие-то меры принимать, чтобы все-таки у нас в общественном нашем месте вот это вот собрание... Нет, мы все понимаем, пока не придумаем, безусловно, надо и помогать надо. Ну, просто дело в том, что... Нет, я не согласен. Я согласен, что нужно людей восстанавливать и возвращать к социально активной жизни. К сожалению, наша православная церковь не совсем понимает этот вопрос. Я предлагал собрать круглый стол с участием всех этих товарищей, и, значит, у нас есть соответствующие учреждения, которые готовы в этом тоже участвовать, которые готовы восстанавливать паспорта, которые готовы, так сказать, вовлекать их в активную социальную жизнь. Вот. Но, к сожалению, пока мы над этим вопросом работаем, мы должны правильно ставить вопрос, я с вами согласен. Это творится не совсем правильно. Понимаете? Они говорят, что нас фотографировать не надо, как будто это уже их территория, а это общественное место. Нет, я согласен. Это уже проблема проблем. Когда она все начиналась, начиналась. Но, понимаете, вот, пожалуйста, вот это уже, опять, уже, так сказать, видите, процессы какие. А это, получается, гражданское общество не послушивало власть, проявило свою инициативу в рамках закона. Мы же не можем запретить человеку, как говорится, поделиться своими продуктами, своей одеждой. Это гражданская оппозиция, это, так сказать, добрые дела. И вот эти добрые дела, когда вы говорили, я вас не привел, вот эти добрые дела сегодня привели вот к этой проблеме. Я предлагал собраться, обсудить, но объяснить этим людям, что они будут кушать и будут одеты не потому, что вот у них эта вот ситуация, а потому что они должны возвращаться к активной социальной жизни. Им нужно восстанавливать паспорта, они должны получать профессию и возвращаться в нормальную жизнь. Да, согласен, в России правильно говорят, от суммы от тюрьмы не зарекайся. Человек в беде. Мы должны ему помогать вернуться опять в активную жизнь, а не творить вот этих людей, которые сегодня у нас получают из общественных и различных фондов благотворительные вещи и паразитируют на это. Вот и все. А насколько законно то, что они в общественном месте это все делают, где мы все мимо ходим? То есть это запахи еды, опять же. Это все, они раздеваются, одеваются на улице, то есть на наших глазах. Там автобусная остановка рядом. Там автобусная остановка рядом, проход рядом. Но нам это не очень приятно, все эти запахи, от них запахи, от еды запахи, все эти их не раздевания, переодевания. они тут же на улице готовят, там разливайка вот эта вот, столб, столб. Вы к этому поводу никуда не обращались? К депутатам нашим мы сколько раз подходили, но он... Кому? 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 Федору? Кому, да. Что он говорит? Он говорит, что ничего из Бога не может. Он тоже предлагал говорить, давайте соберемся, давайте соберемся, звонил мне еще в августе, а, в сентябре, что давайте соберемся, но больше как бы так и ничего. Он говорит, он сам разговаривал с этой женщиной, которая организатор вот этой вот благотворительной, я не знаю, какая фамилия, я говорю, и как поговорили, а он говорит, она сказала, что им выделили вот это помещение безвозмездно, частники там какие-то, и что мы все по закону делаем, что как бы к ней не прикопаться. Давайте вот все-таки сделаем так, что соберемся всех этих людей, то есть сами, скажем, соберемся, встретимся, значит, с теми, кто готов их принять на реабилитацию, на восстановление, заключим соответствующие, примем решение, заключим соответствующие договора, а потом соберем этих всех людей и скажем, вот, если вы согласны, вы подписываете, вы согласны восстанавливать свои паспорта, возвращаться к активной жизни, тогда мы это дело помогаем. Вы понимаете, тут опять мы возвращаемся, я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР, понимаете? Вот эти вот, раньше были специальные заведения, не работает человек, туда, и я уверен, что мы к этому придем. Не так осталось долго ждать. Но исходя сегодня, вы понимаете, это самое страшное, самое неприятное, когда вот ты видишь вот это, да, и ты бессилен, ты не можешь ничего сделать. А они нагло улыбаются еще и говорят, ну да, а мы имеем право не работать, а мы не хотим работать, а мы нас обязаны кормить. Это проблема, это очень сложная социальная проблема. И, к сожалению, наши и предприниматели, в силу своей, так сказать, человечности, сердобольности и другие, так сказать, институты, Хорошо, мы отправим контролирующим органам, чтобы они проверили на пожарнике, и санкт-петербург, и санкт-петербург, и санкт-петербург, и санкт-петербург, что там у нас есть, что, насколько это, эстетичные и все прочее, прочее. Мы уже поставили вопросы, да, мы уже. Да, вы просто очень много. Я, да ради бога, значит, ну, во-первых, у меня есть мои приемы, можете записываться, приходить на приемы. Значит, вам можно приходить, без всяких приемов. Вот вы чувствуете, что-то, значит, как говорят, чем-то уже нехорошим пахнет, или только начинает пахнуть, но надо работать на опережение. Приходите, я доступен, двери и совета депутатов, и двери главы открыты. Говорите проблему, мы будем ее решать. Поверьте мне, здесь все заинтересованы, и совет депутатов, и администрация, и все остальные органы, которые сегодня функционируют на территории города Кингисепа и Кингисепского района.